всем привет меня зовут лёха макликбес и все мы любим компьютеры mac за их долговечность и надежность но тем не менее как и любая другая техника она не лишена недостатков периодически бывают сбои как операционной системы так и железной части и конечно все они нас очень сильно раздражают но компьютеры apple сделаны достаточно хитро и в них есть различные системы которые могут сбоить по отдельности и сброс этих систем может сильно помочь в частности сегодня я буду рассказывать про то как сбросить системы smc и enviram для того чтобы решить те или иные проблемы сперва расскажу про систему smc smc это system management контроллер это контроллер который отвечает вашем компьютере за энерго подсистему за теплообмен за работу кулеров и за вот это все сбросить систему достаточно просто но тут есть нюансы в зависимости от того какой у вас mac для начала давайте разберем как сбросить smc на настольных компьютерах это самая простая процедура все что вам нужно сделать это полностью выключить компьютер выдернуть шнур питания и оставить его на 15 секунд затем вновь вставить его и включить компьютер кстати говоря именно пользователи настольных компьютеров реже всего сталкиваются с проблемами с smc потому что как вы можете понять сброс smc может произойти регулярно без вашего ведания например если у вас отключат электропитание дома но пойдемте дальше как же можно сбросить smc на портативных компьютерах или ноутбуках тут тоже есть пару вариантов прежде всего вам нужно понять съемный у вашего компьютера аккумулятор или нет и под съемным я подразумеваю то что вы вы можете снять без применения отвертки это как правило старые компьютеры вышедшие до 2008 года но если у вас именно такой компьютер и вам нужно сбросить smc все что вам нужно сделать это выключить компьютер вынуть аккумулятор и с вынутым аккумулятором без подключения сети зажать кнопку питания на 5 секунд после этого отпустить ее вставить аккумулятор подключить сеть и таким образом smc будет сброшен ну и наконец-то мы переходим к тому как сбросить smc на новых и я думаю самых популярных компьютерах mac портативных у которых аккумулятор не съемный для пользователя все очень просто вам нужно также полностью выключить компьютер отсоединить шнур питания какой бы он не был зажать кнопки shift control и option в левой части клавиатуры вместе с кнопкой питания и поддержать эту комбинацию в течение 10 секунд затем отпустить ее вновь подключить адаптер питания и включить компьютер собственно дальше работать с ним как обычно вот и все премудрости по сбросу smc теперь перейдем непосредственно к нверам нверам или в более старых компьютерах пирам это энергонезависимая память которой хранится определенные настройки связанные с загрузкой вашего компьютера и несколькими другими параметрами в любом случае если периодически происходят какие-то глюки я рекомендую сбрасывать эту систему и сбросить ее очень очень просто вам нужно на любом компьютере выключить его полностью затем включить его и сразу же после этого зажать кнопки command option и буквы p и r и держать их до тех пор пока компьютер не перезагрузится для того чтобы все это прошло наверняка вы можете держать эти кнопки сразу и включать компьютер более того можете их подержать и несколько раз услышать как компьютер перезагрузится это не страшно как видите сбросить системы smc перам очень просто но зачем же это может быть нужно на самом деле есть целые гайды в том числе на официальном сайте apple в каких случаях нужно сбрасывать smc в каких перам но вы же меня знаете я вам рассказываю все самое лучшее простым языком так вот самое простое это сбрасывать системы smc и перам случае если у вас есть какие-то проблемы и вы даже не знаете куда копать здесь дело в том что лишний раз сбросив эти системы вы никак не навредите вашему компьютеру максимум вы сбросите дату и время вашего компьютера которые восстановятся сразу же как только компьютер подключиться к интернету ну или вручную их тоже можно восстановить так что никого не слушайте эти систему можно сбрасывать хоть каждый день хуже от этого точно не будет но самое главное что если есть какой-то глюк или какая-то проблема которую вы не понимаете как решать я вам всегда рекомендую тупо сбрасывайте smc и перам а дальше уже копайте другие проблемы потому что будет глупо переустановить систему делать какие-то настройки где-то ковырять копать там восстанавливать бэкапы а окажется что у вас просто залипла какая-то настройка в микросхеме энверам вот в общем то и все что я вам хотел рассказать о сбросе smc и энверам надеюсь что этот ролик вам был полезен если это так ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал обязательно вступайте в группу вконтакте а также в наш мегаламповый чатик telegram там у нас очень прикольно общаемся на темы по apple и не только в общем подписывайтесь на меня там где вам удобно если вам нравится то что я делаю всего вам доброго